Еще один момент, когда праведность царственных святых верующих евреев должна превзойти праведность фарисеев и книжников. Помню, как я говорил, это Сала Христа. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в царство. Итак, праведность их должна превзойти в делах милосердия. Они не трубят перед собой, они делают это в тайне. И Отец вас дает, видя тайну. Их праведность царственных святых должна превзойти в молитве. Они не делают молитвы на показ, они не ходят так, чтобы их все люди заметили, чтобы показаться людям молящимися и тому подобное. Они молятся в тайне, они молятся к Отцу. Отец знает их сердце, они открывают свое сердце Богу. Их неправедность также превосходит царственных святых в посте. И мы прочитаем этих три стиха. Так же, когда постились, не будьте унылы, лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и молиться твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Опять мы видим эти же слова, которые видели раньше, слово «лицемеры» и слово «отец твой», который видит тайны и воздаст тебе явно. Трех случаев. Вообще, я хотел бы сказать, я, в принципе, из этого должен был начать, но разговор пошел о другом. Слово «лицемеры», греческое «хипокритес», имеет значение, когда человек надевал на себя маску и играл в театре. Вы слышали, наверное, об этом, да? Нет. То есть, играть какую-то роль. Греки любили театр различные, там различные представления. И вот это слово, которое позже было, означало лицемеры, сначала оно имело такое значение. Человек притворяется, играет какую-то роль. Эта роль ему не принадлежит, но он, как бы, делает, ну, что он ее играет. Раньше не было оскорбительного оттенка. Однако Христос говорит, что это вот такие люди, которые принимают роль праведника, принимают роль благочестивых людей и тому подобное. Хотя внутри они так и вымыть не есть. И в 23 главе, мы дойдем к Богу даст, Евангелие от Москвея, Христос будет говорить, что эти фарисеи, они подобны гробам. Вверху вроде бы праведные, а внутри полны всякой нечистоты и костей. Это уже обидно, да? Да, это уже обидно. И вот Христос говорит, что они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям пастящимся. Они такие угрюмые. Что такое там, Авраам? Я пащусь. В каком смысле? Пост и все, такой скорбный вид. Христос говорит, что это должно быть в тайне. Этого не надо показывать людям. Ты же сделай вот таким образом, Христос говорит. Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться пастящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим. Ты кому выражаешь свой пост? Людям, чтобы люди заметили и любовь. И обычно, если люди постились, они для чего это делали? Если у человека было какие-то скорбные обстоятельства, или какая-то трагедия в жизни, или вообще какие-то ужасные в его жизни надвигались случаи, человек постился. То есть, во время поста человек молился так же. Он не просто постился, он постился и молился вместе с постом. Потому что могла быть молитва без поста, но не мог быть пост без молитвы. Что это за пост? Если человек просто не кушает пищу, это не пост. Но пост – это когда человек смирял свои души перед Богом. И в Ветхом Завете был единственный пост, который был предписан Богу. Это написано, не предписанный, в день искупления написано, смиряйте свои души перед Господом. Был такой еврейский праздник, Йом-Кипур. Они один раз в год, это было предписание Божьего установления, закон, чтобы они постились. Больше в другие времена евреи не было предписания, евреи постились, но не было указания, что ты должен поститься так и не так. Юрий, а что вкладывало в тот момент понятие поста и то, что сейчас люди вкладывают в понятие поста? Это разные вещи? Я сейчас объясню. Во время, ну, например, во времена фарисеев. Помните молитва фарисея 18 глава Луки? Я уже забегаю, конечно, придется сказать сейчас. Фарисей молился, я пащусь два раза в неделю. У фарисеев был такой обычай поститься дважды в неделю. В четверг наш и в понедельник, по-нашему. В понедельник это... Нет, в четверг это день, когда Моисей получил закон от Бога. Прошло 40 дней и вышел в понедельник, когда он спустился с горы и этот закон принес Богу. И вот это дни, понедельник и четверг были для фарисеев установлениями, чтобы они постились в эти дни. И они обязывали даже многих людей соблюдать вот эти их традиции. Как ты... Я иду, ну, примерно, да, я иду в четверг, не пощусь, ем кусок хлеба. Как ты, такой недуховный человек, не постишься? Сегодня же четверг, там, или сегодня понедельник, понимаете? Навязывали бремена такие на людей, которые Бог не повелевал. Поэтому в Библии есть только, был, во времена Христа существовал обязательный один пост для иудеев. Это в день искупления. Относительно других постов человек мог поститься. Человек имел право и мог поститься. Однако, во-первых, он не должен был об этом говорить никому другому. Кроме случаев, когда это касалось, например, жизни многих-многих людей. Помните, когда Исфель просила молиться, потому что это касалось жизни израильского народа. И она сама постилась три дня, и Израиль постился три дня. Однако в других случаях, когда не было опасности с жизнью человека и тому подобное, не было необходимости быть в посте. А когда Вы что-то спросили ученики Иоанна? О каком посте у нас? В 9-й главе, кажется, в 9-й главе Матфея, когда сказали о посте, Христос сказал о том, что Христа обличили, что ученики Его не постятся, а ученики фарисейские и ученики Иоанна постятся. И Христос тогда дал ответ, что придет время, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Иными словами Христос говорит, пришел царь, и он уподобляет себя жениху. Если жених в брачном чертоге, и его гости в брачном чертоге этого жениха, кто может сказать, не ешьте, не пейте, поститесь, когда у них радость. Радость у вас, пришел царь, ученики мои последовали за мной, они радуются. Однако же придет день, будут дни, когда отнимется у них их жених. То есть, возможно, это первое упоминание Христа о том, что Он пострадает и умрет. И тогда они будут поститься в те дни. Это не христианский пост, не указывается, как христианам надо поступать. Это как бы в то время Его спросили. Ответ на те слова. Ответ на те слова, да. Скажешь, Иоанна, ученики лицемеров простили. Много, они ворачиваются. Когда приходят к ним ученики Иоанна и говорят, почему мы фарисеи простимся много, а ты ученики не прости. Если лицемер был лицемер, они были неправильно. Я не сказал бы, что они были лицемерами, но я сказал бы, что... Ну, они постились, скорее всего, смотрели на своего ученика, на Иоанна. Паститься для Иоанна или есть акриды и дикий мед, питаться такой пищей было греховно? Нормально. Нормально. Потом у Иоанна были ученики, которые следовали за ним. Потом Иоанна посадили в тюрьму. И потом обезглавили. Но ученики, это эти Иоанна, нельзя сказать, что они грешили. Но они как бы не знали, возможно, как дальше продолжать их жизнь. И они, подражая своему учителю Иоанну, продолжали посты и тому подобное. Это нельзя сказать, что они лицемеры, но возможно делали это как бы... Если они примыкали к ученикам потом Христа, то все оставало на свои места. Сейчас у нас радость, поскольку жених со своими учениками. Но будут ни скорби, ни печали. Вот тогда как бы и настали момент, когда нужно поститься. Он не сказал, что нужно поститься. Он сказал, что будут поститься. Они будут скорби. То есть как бы сейчас, на тот момент, когда поститься надо. Он сказал, что будут поститься, а то будет у них скорбь, будет такая печаль и тому подобное. Ну, пост это подразумевал в себе ограничение в пище, так? Ограничение в пище связанное с молитвой. С особое молитвенное служение, как бы, да? Да. Возможно, особенной какой-то нуждой. Что фарисеи превратили в формализм просто. Четверг и понедельник. Мрачное лицо. День больше народа. Я сегодня постчусь. Вообще не связь с Богом, а указание на свою, как бы, набожность, на свою праведность. Понимаете? И я хочу сказать, как бы, и как применение, что часто христиане, даже не в посте, или в посте, или в молитвах своих, или в каком-то своем служении могут уподобляться фарисеям, да? Можут уподобляться лицемерам, делая что-то напоказанное. Пока смолиться. О, Господи, я благодарю Тебя за этого брата, который дал мне там то и то, и то. Пусть, пусть он будет обильно благословлен, там. Сколько я, а брат стоит рядом. Ну, сколько раз такое я слышал. Помолись в тишине. Поблагодарить Бога. Чтобы Господь укрепил нато. Ну, и... Бывает момент, когда и нужно, чтобы слышал. Чтобы и нужно, чтобы слышал. Не, надо бывает. Это не шумно. Может и бывает. Но часто оно, как бы, режет слух, как бы, и видно, что, возможно, это совсем другая причина. Христос говорит не только, чтобы молитва, там, пост и милостыни. Во всех аспектах нашей жизни не должно быть показов. У нас брат Брюс рассказывал тоже приметный. Спор с женой. Потом... Такой ужасный спор с женой. Сильно накалены страсти. Потом звонит ему пастор церковь. Он поднимает, кричит тут. Поднимает. Алло. О, да. Приветствую. Такую мобру. Знаете. То есть, все-все уже сразу, как бы, изменил голос, тихонько начинает говорить. И он говорит, я ловил себя на мысли, что я семей. Поэтому, это просто как пример. И у нас такое в жизни может быть многое. В чем царственные святые должны отличаться от фарисеев и от книжников. В чем праведность их должна превосходить их праведность. Истинная праведность. Он указывал, что истинная праведность, царственное святого, который войдет в тысячелетнее царство, в его царство мессианское, это такие люди, которые не будут трубить о себе, которые не будут искать для себя славы, не будут делать показов. Ни в любом аспекте своей религиозной жизни. То есть, ни в молитве, ни в посте, ни в даянии другим. Дальше есть еще один пример, в чем царственный святой. Который желает вести в царство, должен отличаться от книжников и фарисеев. Это пример его отношения к богатству. Давайте мы прочитаем стихи с 19 по 23 включительно. Кто-нибудь спротив. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли, ржа, истребляют, игеворы, подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моря, ни ржа, не истребляют, игеворы, и не подкапывают, и не крадут. И где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистое, то и все тело будет светло. Если же око твое будет худое, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма? Спасибо. Христос дальше продолжает с категорического заявления. Не собирайте. Там стоит настоящее время и глагол по велительному планению. Иными словами Христос запрещает собирать сокровища. Это действие, которое по велительному настоящее времени, которое должно продолжаться. То есть постоянно, постоянно в своей жизни вы не должны иметь сердце, которое желает накапливать. Вы должны не собирать сокровища. Это категорическое заявление. Не делайте вот это. Те люди, которые уже собирали сокровища, они должны были прекратить это делать. И Христос приводит такие примеры. Не собирайте сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. В древнем мире обычно было два вида богатства. Как правило? Ну, когда мы читаем послание апостола Якова, когда я приходил, там еще третий вид богатства упоминается. Это одежда, это драгоценные металлы, золото или серебро. И это еще один вид богатства, который мы читаем в послании Якова – это зерно. То есть кто обладал огромным критическим продуктом и мог их продавать. Или сдавать, поднимать цену, выхождать пока. Здесь Христос говорит, почему не собирать? Потому что моль и ржа истребляют, и воры подкапывают, и крадут. Эти богатства недолговечны. Они истребляются, они ветшают. Кстати, когда я исследовал греческий текст, я хотел бы указать, что в стихе 19 и в стихе 16 употреблено то же самое слово. Кто может будет делать исследование, написано в числе 16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они, вот это слово, принимают на себя мрачные лица. В стихе 19, где ржа, моль и ржа истребляют. Там принимают мрачные лица, а здесь истребляют. Это одно и то же самое слово. Оно означает буквально исказить. Там лицемеры искажают свои лица, или принимают на себя мрачные лица. Здесь моль и ржа искажают, извращают, уничтожают, можно так сказать, вещи, земные вот эти вещи. Нечего за них держаться, держаться за золото, держаться за своей одежду и тому подобное. Не к этому надо стремиться, Царственному Святому. Не это надо накапливать ему в этой жизни. И как применение, конечно же, что многим христианам следовало бы это учесть. А то мы слишком сильно превозносим свои нужды, говорим, вот мне нужно и то, и то, и то. И слишком часто можем не замечать нужды других людей, которые живут рядом с нами, которым действительно надо помочь. А мы говорим, ну мне нужно тоже и то, и другое, и не даем. Мы должны давать, потому что Христос был таковым. И Христос, смотрите, как дальше говорит. Не собирайте на земле, но где собирать? Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Собирать надо сокровища на небе, в противоставлении земли. Не здесь собирать, а там. Собирать для будущности, собирать то, что не утратит никогда свои ценности. Конечно же, Господь не только имел право, а должен был повелевать с серебролюбивым фарисеям это повеление. Потому что, когда мы читаем в другом месте Священного Писания, что фарисеи смеялись над ним, потому что были с серебролюбивы, когда он говорил о преимуществе. И дальше написано «Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше». В некоторых вариантах греческих текстов стоит слово «твое». «Я твое сокровище, там и твое сердце». Таким образом, Господь указывает, что означает «где сокровище, там и твое сердце». К чему ты будешь стремиться, к чему привяжено твое сердце здесь на земле. Так скажем, там и будет твоя судьба. Если твоя судьба была собирать богатство здесь, то в вечности ты ничего не получишь. Далее Христос говорит такой пример. К тому же, к богатству, светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Что означает слово «чисто и худо»? Можно перевести вот таким образом. Если здорово и больно. Если глаз больной, то он приводит к слепоте. Слепнет, слепнет, слепнет и притупляется зрение. И тогда совсем делается слепым глаз. И наоборот, если глаз здоровый, видит хорошо, ясно, чисто. Это хорошо для тела. Таким образом, просто на таком физическом примере Христос говорит, что если вы будете сосредотачиваться на земных вещах, у вас глаз будет более больным, больным, больным. И ослепнет в такой степени, что вы не будете понимать вещей духовных и стремиться к вещам духовных. Можно определить как духовное зрение. Да, можно так сказать. И наоборот. Но оно связано с сердцем. Потому что где сердце, там и сокровище. И наоборот, если ваши глаза будут направлены в небо, чтобы собирать сокровища там, то это здоровые глаза, которые правильно видят и правильно смотрят. И это хорошо будет для всего человека. Итак, если свет твой, который в тебе есть, тьма, сколько велика тьма? Вот так можно перевести. То есть, посмотри на себя, человек. Каждый человек. Что ты собираешь? Каков твой свет, твоих глаз? К чему он направлен? На что он стремится? Если твои глаза направлены... А понятно, что под глазами подразумевается так же и сердце, которое собирает сокровища здесь или там, в контексте. Если твои глаза, твое сердце направлены на земное, одно воздохяние. Если на небесное, то совсем другое. Царственный святой должен превзойти фарисеев и книжников, которые собирали сокровища здесь и были серебролюбивы. Да, Мирик. Я могу уголить стиха. Если, когда ты стихи, то, где тьма какого-то, и ты уже имел в виду, к фарисеям, он мне, например, как бы им показал. Если вы считаете, что у вас... Ну, это тьма связана с богатством, с стремлением к богатству, к накоплению сокровища. Не, 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 это он будет верующим людям. Правильно? Он словит, что у вас есть люди в чем-то. Я вчера говорил, кажется, что не позавчера, что вообще проповедь была обращена к трем категориям людей. Одна категория – это верные ученики, которым он с самого начала сказал, «божайные нищие духов», «божайные плачущие», «божайные миротворцы». Вторая категория людей – это сомневающиеся люди, которые вроде бы шли за Иисусом, как толпы, как у нас бывает в начале 90-х годов, люди выходили на покаяние, выходят, а в церквах остаются лишним ногой. Вот многие люди в то время так ходили за Христом. Он делал чудеса, он насыщал людей, он исцелял. И люди ходили за ним, ходили толпами, но вовсе не для того, чтобы принять его своим спасителем. И были многие из народа, которые сменивались в нем, но ходили все равно слушать его. И были, конечно, еще третья категория людей, которые были неверующими, были злобно настроены, которые хотели подсмотреть за ним и уловить его в чем-либо. Например, в седьмой главе мы видим действительно категорию таких людей, брат Владимир будет об этом рассказывать, категорию неверующих, когда Христос говорит «лицемер», по-моему, стих 4 или 5, «вымей из глаза твоего бревно, и потом будешь видеть, как вынуйте скалку из глаза брата твоего». Потом в шестом стихе Христос говорит про свиньи и про псов, которым нельзя разгласывать жемчуга и давать святыню. Это означает то, что были такие люди, которые Христос называл среди слушателей, которые Христос называл псами и свиньями. таким образом неверующими людьми, ожесточенными людьми. То есть было три категории народа, и он обращался. Мне кажется, вот этот стих, какова же тьма, он говорил всему народу для того, чтобы каждый мог посмотреть, посмотреть свое сердце и прийти к выводу. Каком же я? На что мои глаза смотрят? К чему привязано мое сердце? Стих 24 по 24, давайте прочитаем, один. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. Таким образом Христос говорит вот что. Никто не может служить и богатству, и Богу. Возможно, кто-нибудь подумал, ну, а что плохого, собирать богатство. Можно и богатство собирать, и Богу время уделять, совмещать то и другое. Христос говорит, это невозможно. В 12 главе мы обратим внимание, хотя, конечно, контекст совершенно другой, и я не вырываю слова из контекста. С тобой. Просто я хотел бы как применение привести. Смотрите, в 12 главе Христос говорит, кто не со мною, тот против меня. Христос говорит, есть нейтральное положение, ну, ты можешь быть не со мною, но и не против, да? Ну, так посерединке. Христос говорит, если не с этой стороны, не с моей, значит, с противной стороны, значит, ты против меня. И кто со мною не собирает, тот разбрасывает, растачает. Таким образом, можно сказать и здесь. Нельзя служить и богатству, и Богу. Или ты с этой стороны служишь богатству, или ты с той стороны служишь Богу. Или твое сердце, твои глаза направлены для того, чтобы собирать сокровища, или твое сердце и глаза направлены для того, чтобы угождать Богу и собирать сокровища на небе. Идем дальше, братья, стих 25-27. Кто-нибудь прочитайте. Посему говорю, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа не больше любящей, а тела одежды. Взгляните на отец небесных, они не сеют, они же не собирают жизни, отец ваш небесный питает. Вы не граждане лучшие. И кто из вас заботится, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? В одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые веры, как они растут, не трудятся и не бредут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевал цвета, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль не плача вас, маловеры. Обратите внимание, возможно это слово маловеры указывает на то, что это была какая-то категория сомневающихся людей. Маловерные, которые не верили, которые сомневались. Итак, Христос приводит два примера, почему человек не должен заботиться. Первый пример с пищей, второй пример с одеждой. Что о пище вы заботитесь для тела вашего? Что есть и во что одеться? Приводит пример с пищей. Посмотрите на птиц небесных. Они возможно как раз в то время пролетали птицы, и Христос руку поднял и указал. Посмотрите на небесных птиц. Они же не сеют и не жнут. То есть человек занимается как бы северским хозяйством, он оставляет себе план, когда я посею, потом надо убрать это все, собрать жизни и тому подобное. Птицы таких планов не составляют. Они себе летают и даже не знают ничего, будут это сегодня есть или нет. Нет, но Бог их питает. Бог дает им пищу. И если таковых питает Бог, малых птиц, то разве про вас Бог не позаботится, говорит Господь. Зачем вы так стремитесь к этому богатству, к облачению? Бог позаботится, если вы будете иметь в этом нужду. И Христос говорит такие слова в 27 стихе. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Как вы понимаете эти слова? Значит, извините свое физическое состояние. Человек невозможно человеку. Это один из возможных вариантов. Дело в том, что слово один локоть, прибавить росту на один локоть. Мы рассмотрим слово рост и рассмотрим слово локоть. Возможно, это будет на тесте, поэтому внимательно. Будьте внимательны. Это слово, как я понимаю, означает, и кто из вас может прибавить себе жизни хотя бы на немного. Заботясь, прибавить себе жизни хотя бы на немного. Для этого мы откроем Евангелие от Луки 12, 26. Как бы параллельное место. Итак, если малейшего делать не можете, что это будет? Если малейшего, да, там так написано, сделать не можете. Прибавить себе росту на один локоть, почти на полметра, стать выше, это не является малейшим. Поэтому здесь, конечно, видно образный вид речи. Христос образным языком говорит, что вы не можете сделать рост, означает как бы продолжительность. Не обязательно продолжительность чего-либо. Может быть означать, и очень часто означает в Новом Завете продолжительность времени. И так как продолжительность времени вы не можете себе прибавить даже на немного, вот так. То, что вы заботитесь, о том или о другом. Таким образом, Христос пришел в этом тексте в Матвея, что вы не можете даже на секунду себе, на чуть-чуть прибавить себе жизни, хоть немножко. Так что же вы заботитесь о том или о том? Бог попрещется вас, Бог позаботится и даст все необходимое. Кроме того, вот я как бы скажу некоторые аргументы. Как можно перевести эту фразу? Думаете ли вы, что беспокоясь, можете добавить хоть час к продолжительности своей жизни? Вот такой вопрос Христос задает. И мне кажется, основанием является то, что когда у Луки мы читаем, что это малейшее, что малейшего сделать не можете, но это не является малейшим, если человек прибавит себе росту на полметра. Но это является малейшим, если как бы относится к продолжительности жизни. Кроме того, это слово, которое означает «ро», вот я записал, в «септогенте» и у греческих авторов означало, имело мысль такую, возраст. И указывало на возраст в различных оттенках, различных значениях. Оно могло иметь и как бы переносное значение. Возможно, оно имеет переносное значение здесь. Но оно могло иметь и так же самое обыкновенное значение – продолжительность жизни. На локоть. А почему локоть? Локоть – это как бы мера чего-либо. Можно так сказать, даже на меру не можете продлить себе жизнь. На единицу измерения. И еще один такой аргумент, что в контексте сказано о пище и об одежде, которые имеют отношение к продлению человеческой жизни, но не к высоте человеческого роста. Пища и одежда помогают человеку жить, продолжать существовать. так мы идем дальше, стих 28. И об одежде, что заботитесь? Давайте еще раз почитаем вот этих три стиха. И об одежде, что же, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе, своей дне одевался так, как всякое из них. Если ли траву полевую, которая сегодня и есть, а завтра будет брошена петь, Бог так одевает. Христос говорит, еще один пример относительно одежды. И если в первом случае Он привел в пример птичек, которые пролетали, которые не беспокоятся, где же им собрать урожай и на зиму припасти, чтобы было что кушать. Бог, Отец Небесный их питает. Так же и будут питать вас. В этом случае, относительно одежды, Иисус говорит, Бог одевает лилию полевую. Говорят, что лилия полевая, которая росла в Саронских долинах Израиля, она была вам очень прекрасна, очень красивый цветок. И Иисус говорит, вот посмотрите, такую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в огонь. Она увянет, ее соберут и бросят в огонь. Если Бог даже такую травинку заботится о ней, то разве Он не позаботится о вас? Конечно же, позаботится. Поэтому доверьтесь Богу. Не собирайте сокровища здесь на земле. Не стремитесь к сокровищам. Больше, больше. Я вспоминаю при этом слова, записанные в книге притч. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Никогда не будет мало человеку. Еще надо еще. Иисус говорит, не собирайте сокровища здесь на земле. И не стремитесь еще больше одежды иметь, еще больше пищи, еще того и того, чтобы по тем временам было состояние богатства. Бог позаботится и про пищу, и про одежду, если вы будете стремиться к небесному. Если будете собирать сокровища на небесах. Просто как применение, я часто слышу, что прикрываются как бы этим текстом, и тлень собой. Ну, что, лежи на печени, что-нибудь делай, вот, Бог об этом заботится. Вот, все будет нормально. Я тогда об этом не заботюсь. И все будет хорошо. А Христос, как бы, на этом говорил здесь, как вы сказали, о приоритетах, о ценностях, к которым нужно стремиться. Последний вирш, стих доказывает то, что ты сказал верно. Последний стих, который мы прочитаем. Итак, не заботитесь о этой главе. Давайте прочитаем весь текст с 31 по 34. Юра, ты и прочитай. Итак, не заботитесь, не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец Ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие, правда его. И это все приложится вам. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заходиться о своем. Довольный для каждого дня своих забот. Обратите внимание, это 34 стих. Христос не говорит совсем никакой заботы. Не заботитесь о завтрашнем дне. Довольный для каждого дня своей заботы. Есть сегодня какая-то вещь, которую вы можете сделать и которую нужно сделать. Делайте. Так и не заботитесь о том, что же мне сделать ещё на завтра. Бог позаботится о завтрашнем дне. Возможно, Бог не предназначил для вас завтрашний день. Возможно, завтрашний день вы уже будете с Ним на небесах. Что же вы заботитесь о том, что будет завтра? Да, поэтому в этом контексте мы видим, как Христос различными примерами указывает на то, к чему человек должен стремиться. Фактически, что Христос хочет сказать? К чему должно привязано быть человеческое сердце? И все эти примеры и с постом, и с молитвой указаны, к чему привязано человеческое сердце. Или оно хочет сделать на показ всё, или оно хочет угодить Богу. Если сердце человеческое хочет угодить Богу, тогда таков человек будет давать милостыню так тайно, чтобы никто этого не видел и не заметил. А Бог, видя это, будет ему воздавать. Если сердце человеческое привязано к Богу, и он хочет угодить Богу, он будет молиться так, не на показ, чтобы никто этого не видел. Молиться за себя, за других, и Бог будет воздавать ему. Если сердце человеческое хочет угодить Богу, он будет паститься так, чтобы этого не видели другие. Если сердце человеческое хочет угодить Богу, он будет относиться к богатству так, как хочет Бог. Он не будет собирать сокровища здесь на земле, и богатства всё больше и больше он будет собирать их на небе. И еще, как бы, такими примерами относительно птиц и относительно травы полевой, Христос приводит, что если Бог про птиц малейших и про траву заботится, я все время леди покраски, значит Бог позаботится и о вас. Ваш Отец Небесный, Он говорит об этом. Разве Он про вас забыл, братья или сестры? У нас есть различные проблемы, нет денег, у нас двое детей, или трое, или еще какие-то примеры. Мы начинаем в сердце, и завтра нет, и послезавтра начинаем, как бы, недоумевать, мягко говоря. Напоминайте себе эти стихи. Разве Бог забыл о нас? Конечно же нет. Помните, всегда вспоминайте то, что Бог позаботится о нас. Возможно, это временное испытание для того, чтобы проверить, как мы будем в таких трудных обстоятельствах доверять Ему. И напоследок еще хотел бы сказать последнее, что для завтрашнего дня есть своя забота, а для сегодняшнего – своя. Не заботьтесь про завтрашний день. Христос не сказал, что он вообще не заботится. Однако не складайте себе планов на неделю, наперед, на две. Как мы в Якова читаем, да, я хотел бы, чтобы мы открыли четвертую главу. Сейчас сразу, как бы, пришла мне на ум место священного Писания. 4.13. Написаны такие слова. Якова 4.13. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Богу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы в своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Вместо того, чтобы говорить, вот завтра, послезавтра или сегодня отправимся туда или сюда, и там будем жить один год или два, или получим такую прибыль, или такую, человек уже сказал себе, завтра я отправляюсь, я там побуду в год, я получу эту прибыль, у меня уже будет такой материальный капитал, я уже буду там, ты, говорит Бог, Дух Святой через Якова, который не знает, что будет завтра, что такое жизнь твоя, это пар, поэтому, братья, сестры, это должно нас ободрить. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.